Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 332. События дня. Яков. 4.4. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Вот думаешь, какая обстановка была? Это обращение к верующим. Это вот как раз то состояние, до которого доведена паста была. Это за 8 ноября 16 года. И дали об этом, чтобы не любили мира. 1 Иоанна 2.15 и 2.16. Похоть плоти, похоть очей. Это от мира сего. И дальше Евангелие от Иоанна 15 и 17 глава. И прочитайте ролики. И далее посвящается всем ушедшим из православной церкви. Вот этот ролик. Это как есть ролик. Для себя скопируй где. А потом в ворде. Нажми Ctrl. И нажми курсор. И сразу на него выйдешь. Юрий Соболев. Миром Игнатий Тихонович. Очень хорошая беседа. Семейный вопрос православной и живущей сирийцем. Вот чем хотел поделиться. Несколько дней тому назад на канале Спас застал передачу. Консервативный клуб, если не ошибаюсь. В которой гостем был Алексей Осипов. Увы, пока видео нет в интернете. И Осипов сказал о том, о чем вы бьете в набат не одно десятилетие. Ну не одно это десятилетие, это не год. 55 лет калачу в это. По памяти. Нельзя допускать до крещения по первому требованию. Человек не понимает, что произошло. Вдруг стал христианином, а ничего не изменилось в его жизни. Вспомните, как длительно в древней церкви испытывали человека. Осипов заговорил, чудо. А почему? Я молюсь каждый день за него. И верю, что молитвы тщетно не бывает нигде. Из-за Стеняева, из-за всех. Из-за Германа, Стерлигова, за Небзорова, Александра. Мы молимся каждый день. Я уж не говорю, там другие десятки. В древней церкви от трех до пяти лет. Епископ Нон говорит, приходящих от блудной жизни не скоро допускать до крещения. Их учили, епископ экзамены принимал. И в четыре десятницы великий пост крестили где. Ну, это южная страна у нас тут. Так, не бой. Мы в июле крестим. 7 июля у нас идет крещение здесь, в Потеряевке. Или, если не воскресенье, и попадает. То есть, седьмое случилось в понедельник, там, вторник. Тогда в следующее воскресенье. Длительное. И мне сказали, да как он пришел, а уйдет. И попадет под машину. Это будто бы как только она думала креститься. Все машины с трассы съезжают около церкви. Собрались и ждут. Как только выйдет, сразу бросается и давит, давит, давит. Все, при том, с попы никто не учил. А как под машину попадет? Он попал под колесницу сатаны. Вытаскиваю оттуда. Попадет под машину. Не протрезвится никак от своих лжеучений. И только после того, как убеждались, что он живет по-христиански. Только тогда, вы слышите? Только тогда, вы слышите? Только тогда, вы слышите? Допускали до крещения. Не слышат. У нас же сейчас хуже, чем у коммунистов. Отписательный знак. Ведь даже в партию они принимали только после тщательного исследования жизни человека. Испытательный срок. Кандидатский стаж. В кандидаты. И когда мы говорили, надо в оглашенные принимать, потом обучение. Вот у нас это было от трех до пяти лет. Пятилетняя программа изучения в университетах была. Ну, а которые ходили в церковь, что-то знают, тем поменьше уже. А если все знают, ходил, и крещения не было, тогда несколько месяцев. Да как обвиняли меня. Вы что, это только коммунистов, партийный стаж. Наконец все припомнили. Откуда это они берут-то, я не знаю. Ну, я Осипу все материалы посылал. Он одобрил. Все. Ни одного замечания мне Осипов не сделал по моим материалам. Повторяю, ни одного. Я отдавал на рассмотрение епископам. И не было ни одного замечания. К истинному православию, где говорится о крещении. Подумываясь о непревосходстве нашей христианской правдости. Не то, что парисеев, но и безбожников. Если ваша праведность не произойдет праведность книжников-парисеев, не войдете в старстье Божия, Господь говорит. А тут, наконец-то. Господи, помилуй нас грешных. А если посчитать посты, то есть материалы в живом журнале Андрея Кураева, то у человека стороннего может сложиться впечатление, что батюшка решил в пух и прах разорить московскую патриархию. То есть открыть беззаконно. Еще вы ссор выносите из СБ. Ссор. То есть жизнь с ссором привыкли только. Вот Елисавета Стюарта об этом писала. Стихотворение хорошее. Что если в ссор копить в избе, дальше еще у нас получится. От одной искры все загорится. Вообще же полагаю, что это милость Божия, что покатили бочку на Кураева и Осипова. Как кажется и у того, и у другого, в прошлом остаются неудобные и неозвученные истины. Происходит высвобождение слова. Вы куплены дорогой ценой, не делайте с рабами человеков. 1 Коринфом 7, 23. Я тогда писал, когда на Кураева сильно напали, что ты радуйся. Ты говоришь, что ты Игнатий. Он говорит, не смотрит там. Соборы какие. Наши такие здесь. Наши решения, дескать, не соборов, а патриархийных. Да ему нужды нет. А я нет. Для меня важно, что епископ скажет. Как откликнуться. Вот теперь я говорю, ты свободен, Андрюша. Давай. Храни вас Господь, выприс на моей молитве. Почему не православное скрывает почти всегда свое подлинное название? Блестящий ролик, Игнатий Тихонович. Мой благодарный поклон вам. Никита Колесников пишет. Игнатий Тихонович, дела обстоят так. Сегодня позвонил Виктор и сказал, что решил все свои вопросы и возвращается завтра поездом в 4.44 утра. И я могу этим же рейсом прибыть в Барнаул. Я так и поступил. У Елены Анатольевны купил билет. Самое интересное, что вагон и места у нас с Виктором совпали. Он сходит с поезда, а я сажусь на его место. То есть с той стороны, с Колунды. Сегодня с Романом мы повалили и убрали все те деревья, которые были безопасны для линии электропередач. С одной стороны и с другой. А 25-30 метров тополя он уже будет свергать с помощью Игоря Барабаша, его трактора. И еще людей. Ключи от своего дома я отдал прямо Владимиру Устинову. Со всеми расстался в мире. Буду в Барнауле завтра в 8 утра. То есть сегодня мы его ждем. Калитка уже открыта. Молитесь за путешествующего. Меня. Ну, что сказать-то. Едет Никита. Он спросил, прямой его нет нынче. Вот, покажу свои ресурсы. Вот, мой мир. Вот видите, где я. Просто в шапке. А другая страница там попадется. Игнатий Лапкин. Там я с голубем. Там не пишите. Там это... Ну, везде контрольные делают. Бывает иногда что-то не... Ну, не ладно, другое открыл и все. В общем, богатый у нас мой мир. Здесь 20 555 наши фотографии. Тысяч наших. И сегодня у нас видео вот здесь только 4711. Наших видео 4000. Заходите. Это уже большой ресурс. Очень даже большой. Ну, и тут легко писать, переписываться. Тут все легко делается. Ну, вот православный форум Игнатий Лапкин. Ну, у меня все называется одинаково. Во свете Библии. Вот она. Открытым оком. Во свете Библии. Открытым оком. 1603, что ли, темы. Вот. У кого кто форум открывает себе, делает, делает. Посмотрите, как у нас устроено. Как оглавление. Зайдите на главную страницу. Какие ресурсы. До того мощно сделано. Я смотрю другие форумы. Ну, может, у меня небольшой опыт. Но скажу, что наш форум выделяется по удобству пользования. По богатству, что на нем есть. Ну, и, конечно, видеоканал. И вот что интересно. Форум. Я не знаю. Форум этого у меня мужчины побудили меня к этому. Братья. Я не знал этого. Как? Чего? Я говорю, ну, допустим, я потерял не свой форум, а кому-то там где-то при лепиции. Ну, так говорить, чтобы это... Да что-то я буду говорить. Как-то что-то. Я этого не могу. Я должен открыто говорить. Ну, тогда свой форум надо. А это непросто. Ну, нашелся человек, знаток. С такими высшими образованиями. Программист. И вот православный видеоканал. Подбило меня на него впервые. Я заговорил. О нем Самире мусульманка. Отец Игнатий, учитель. Вам надо свой канал иметь. У вас уже сколько я гляжу, уже 10 роликов там. 10 роликов. Дорогая Самира. 5800 теперь. Я заговорил о канале, а не знаю, что такое. Я знаю, когда в корабле плавают там. Пароходики. И вот, значит, что есть добрые люди, которые очень сильно составлены. Открыты. Сколько плейлистов. Как искать удобно. Каждый день. Уж потеряемки были 4 месяца. Считая субботу-воскресенье. На каждый день у меня вышло в среднем по 6 роликов. По 6. Это 780 роликов я привез за лето. Ну, а сейчас здесь других событий нету. Но беседа в скайпе. Почти каждое выступление беседа в скайпе. Ежедневный отчет. События дня. Говорят, это ваши враги вас натолкнули на это. Колесникова там. Анна, Николай. Нет таких людей. Они не откликнулись нигде. Это чтобы знать, что вы делаете. Я из этого выложил пользу. Это не день, не два. Уже 330 роликов. Еще маленький будет 360. То есть год дали. Ни пропуска, ни одного дня не было. Даже потеряемки. Вот так. Поэтому кто думает подставлять подножку или что-то. Я эту подножку заберу. Она мне сгодится. Вы плените? Я и плевки ваши собираю все время. И все употребляю в дело. Они сгодятся, чтобы цемент разводить. Хороший крепкий раствор. Ваши слюни полезные. Ядовитые, которые они будут дольше сохранять. При непогоде, при сибирской. Мой материал. Ну и главный наш ресурс. Самый полновесный, тяжеловесный. Это православный библейский сайт. На свете библии. Тоже нашелся человек добрый. И это поставил. Сколько Бог дает на встречу. Все это сделано бесплатно. Добавлю бесплатность. У меня рубля нет. Когда я не был, не голосовал за то, что у нас спорум был. И меня убеждали. Вы знаете, это площадка, где люди будут спорить. Приходите, обращаться будут. Это столько людей будет. Столько общин образовано будет. Я сразу ответил. Вы хоть понимаете, о чем говорить? Это общин. Ты одного человека найди, чтобы он с тобой не спорил, а слушал, что Бог говорит. Общин. Это невыразимая трудность. Это людей примирить, как Златоуст говорит. Чтобы были все единодушны, единомыслены. Но если знаете такой форум, посмотрите. У нас ни споров, ничего нет. В течение месяца ни одного приходят. Но каждый день в среднем 235. Примерно вот так. Но где-то 235 как-то находят. Рекламы-то мы никакой не даем. Тем более вот наша община, в самом основании ее, мы поставили правило. К себе никого не звать. Тщательно проверять, прежде чем допустить на одно богослужение. Да нет такой общины. Ни у православных, ни у католиков, ни у протестантов, ни у сектантов всех. Если знаете, покажите. Каждый старается обольстить. Ласкательством, хитрыми словами, завлечь его. Смотришь там харизмата. Огромный-огромный зал. И они ходят с ведрами, деньги собирают. А потом показывают. Кубометрами деньги собирают. Кубометрами. Связанные в пачке то другое. А они болтаются эти, падают, хохочут, ползут. У нас этого нет. У нас щинность, порядок. Ни одного слова. Полная тишина. С места на место не перейдут. Как говорит Василий Великий. Златоуст говорит об этом. Но веди сначала порядок. Потом богослужение продолжает. Новый основной сайт во свете Библии. Вот тут говорится. Где она. Она уже три, кажется, сайтов разных открывает. И в Америке открыли. Один копия идет. Не знаю сейчас как. И главное здесь, самое ценное. Это вопросы-ответы. Ответы. 4124 ответа. Это из книг. Заходите и смотрите. Вот какие события. Это я показал, что у нас пишут. Как приходят люди. Ну а в большинстве это свое, если кто хочет. Просто заходите и смотрите. Отклики какие. Ну главные отклики это на видеоканале. Комментарии. Где вот. Вот сегодня сейчас посмотрю. Посвящение какое. Вот вчера поставил собрание. Один день назад. 361. Вот она рядом. 361. Вот зашел неправославный один. Скрывал все имя свое. 403. Один день назад. А тут по 100. Самой меньшей популярностью пользуется святой Иоанн Златоуст. Считает его. Даже смешно, конечно, говорить. Вот сегодня поставил. Я один час назад. Сколько? 10. 6. И Роман Малыш приехал. 66. Ничего себе. У Златоуста 6. А у Романа 66. А обоих по часу. Ну что это интересно. Или его они знали. Даже не знаю. А свои события конкретные здесь. Ну что я подготавливаю. Печь топить. Лучины подготовлю. Заправлю. Утром сейчас только уголь навалили. Уже загорелось. Подготовка. Ну и как всегда сходить голубям на чердак. Кормлю кошек, воробьев, птичек. Все это каждый день в кормушке надо. Новый корм насыпать жуланом. Отдельно жуланом мясо повесить. Привязываю кусочки на дерево. Найти себе работу. Ну и тут большая работа. Вчера, позавчера я начал снова. Решил посмотреть фильм, поставленный там Владимиром Бортко. Это мастер Маргарита. Я когда-то смотрел, а сейчас внимательно-внимательно посмотрел. Я его видел больше, чем раньше видел. Как-то не обращал на некоторые. Два раза там есть пытаются перекрестить. И как сатана боится. Крестного знамени боится. Ну он Михаил-то был гаком жен. Ну совершенно неверующий был. Табакур. И там уж я не знаю остальное. Как Маяковский. И матершинник, и блудник. И все могло быть. Я про него не говорю. Я говорю про Маяковского. Попутно. Но он это написал. Крестное знамя и как делает. И как сатана, как дрогнет. Аж глаза выпущены. И человек крестное знамя не делает. Дело-то ведь все остальные. Это там что-то там. Бал сатаны где есть. Это фантасмагория. Ничего не значит. Самое-то главное, конечно, как он искажает Евангелие. Как Пилат там. И нигде о Христе нет. И Христос. Какие последние слова были? Он не мог сказать при советской власти. Последние слова были. Отец мой. Предаю тебе дух мой. Этого не было сказано. Разбойнику просилось. О грешении не было. А сказал. Самый большой грех это трусость. А как определить трусость? Нигде не написано. Дела плоти. Что трусость нет. Наглый. Предатель. Предатель это и есть трусость. То есть он Евангелие или не считал. Или его крутил, вертел под цензуру. Вот это вот. И в одном месте опять Пилата показывают. В другом месте. И все это Пилат. Главное, это фигура не эта шлюшка. Там Маргарита. И который у нее там зациклился. Не бездомный там Иван. Хотя все эти кадры вставляются. Там не те пущие глаза рядом с ним. Милиция. То другое. Там Берия этого показывает. Нет. Главное во всем фильме главное, это Пилат. Главная фигура. И вот. Ну и дальше все еще связано. Искажение Евангелия. А если бы прямо сказали, как было, и как у Пилата было, и что было, и жена там что говорила. Это по-другому все выглядело. Он не мог сказать. И поэтому. А какая цена? Да никакая. Наплевать да выбросить. Главное, это евангельские сюжеты все искажены. А тут показывают, как идут. Артистов много. А все остальное на вороты. На вороты на этом сюжете. Там ничего нельзя взять. Никак. Колдовство. Но я ведьма. Она лепится к нему и хвалится. Я ведьмой стала. И все это зажигают они по воздуху. Летают на швабре, на свиньей. Но это все глупости, что пропустили. И Сталин даже проглотил это. И теперь кто мастер-то? Мастер все думает, что Валан был. Я Басилашвили. А, Олег. Я его сейчас на биографию посмотрел. Рождение 34-го года. Он все колдунов играет. Удивительно долго живет. Обычно, кто даже роль Ивана Грозного выполняет, это где-то исполняет. Он умирает. Все умирают. Показали, сколько людей исполняли в разных фильмах. Все умерли. А этот живет. Но играет он, конечно, отлично. Сатана. А вы догадались, кто с вами говорил? Да, догадался. Она говорит, Сатана. А мне разницы нет. Вот этот Сатана, он всюду и везде. Если бы фильм кто-то поставил, ну, это Мария Карелли, перевод княгини Кропоткиной, называется «Печаль Сатаны». Сейчас все это под видом брокера вроде другой, скорбь Сатаны, глупости все. Это Мария Карелли написала. Вот фильм поставить-то. Это писала христианка. И тут можно, многому было бы поучиться. Также Сатана и можно было... Ну, только Волан тут не пойдет, этот Басиляшвили-то. Тут, по-русски перевести фамилию, это Васильев. Этот Олег. Вот. Там должен быть какой-то красавец. Кто из артистов, я даже не знаю, подходящий. Вот на роль, это когда Сатана появлялся, даже, ну, не знаю. Вот сколько знаю артистов, и который подошел бы. Краешком задевает, может быть, Тихонов. Вот. Играет Штирлица. Примерно такой вот он. Ну, даже еще, ну, такой в глаза бросается. Вот есть операция «Нижняя юбка», и там один, который обольщает, а потом становится, женщина обольщает и становится командиром корабля. Вот, например, вот такая фигура, примерно, вот такой. Ну, я попутно сказал, как мне видится. Ну, Богу нашему, Слава. Никиту сейчас встречать будем.